В 2022 году истекает срок контракта Польши с российским Газпромом на поставки газа, заключенный еще в 1996 году. По мнению поляков, этот договор стал убыточным для Варшавы, что показало разбирательство в стокгольмском арбитражном суде. Польская сторона отказывается пролонгировать соглашение с Россией, однако Газпром не оставляет попыток договориться на взаимовыгодных условиях. Несмотря на недопонимание и споры, процесс переговоров продолжается, и российская газовая корпорация ищет точки соприкосновения с польскими партнерами для продолжения сотрудничества. Об этом, по данным Интерфакса, заявила генеральный директор Газпром-экспорта Елена Бурмистрова. При этом Бурмистрова назвала Польшу надежным контрагентом и великой страной, с которой Россия имеет давние традиции развития всесторонних связей. Несмотря на множество взаимных претензий, громких слов и недопонимания исторических реалий, нужно понять, что страны существуют в экономическом поле. В ходе пресс-конференции гендиректор Газпром-экспорта отметила недостаток топлива в европейских газовых хранилищах, объемы которого снизились до 33,6 миллиарда кубометров. Это вдвое меньше, чем было в прошлые годы в те же сроки. Причиной отсутствия необходимых объемов газа в Европе стали холодные зима и весна. Несмотря на дефицит газа, Варшава пока не рассматривает вариант продления договора на поставки с Газпромом. Выпадающие объемы голубого топлива Польша рассчитывает заместить американским или катарским СПГ или собственной газодобычей в Норвегии.